Но и вовсе не выйти в плей-офф. Могли ли вы представить подобное распрощение Мануэлю Нойеру? Тому самому Нойеру, которому с легкой руки порядок. Впрочем, возможно, что не раз придется схлестнуться принцу и Джерому на футбольном поле. Потому что футболисты все-таки действуют не только в тех зонах, которые предпредельствуют в своей запасной, дополнительной форме. В атаке вот он сейчас претенгует немецкого защитника. Это Осамо Агьян, лучший бомбардир ганской команды. Но контратака немцев и поворотом удар наносит Какао. 19-й номер нападающий, который в этой встрече заменил дисквалифицированного за две желтые карточки Мирослава Клозе. Но давайте весь состав сборной Германии. Скажу, да, сразу Батштубера. Соответственно, на его место пошел Лам, а справа играет Джером Буатен. В полузащите у сборной Германии. Шестой номер Сами Хедира. Седьмой номер Бастиан. В принципе, на любой позиции. И справа, и слева, и в центре. Ламб бросил аут. Снова Какао с мячом. Второй раз пытается атаковать ворота с правого фланга. Еще один пас Подольский. Положения вне игры нет. Месуто Зил возвращает мяч Подольский. Подольский простреливает. Неожиданный, я уже сказал, гана лидер группы. Четыре очка у немцев, три у сербов. Тоже три австралийцев, одно очко. И в палом и комментатором попросил не использовать его имя Какао. Эту кличку, которая к нему приклеилась с детства. По той простой причине, что он не мог правильно произносить свое, так сказать, нормальное имя. Попросил защитника сборной Ганы сделать передайтера. Новая, восходящая звезда немецкого футбола. На левом фланге. Какао мяч этот догнал. Возвращает туда Узилу. Узил будет навешивать. Как, собственно, вот эти братья Буатенги тоже. Положения вне игры нет. Какой провал, какой провал ганской защиты. И сумасшедший момент низ. С кем там лучше играть в одной восьмой. Интересно, какие события в городе Неллспрейд, где играют Австралия и Сербия. Судя по тому, что мне не сообщают ни об изменении результата. Видимо, там счет не открыт 0-0. А мы видим повтор. Да, это так, на самом деле. Мы видим повтор момента. И, в общем-то, казалось бы, ну могут быть какие-то претензии Козилу. Но он бил наверняка. И великолепно, так, прекрасные растяжки. Может быть, в стиле даже голкипера из ручного мяча сыграл Ричард Кингс Козилу. Но он бил наверняка. И великолепно, так, прекрасные растяжки. Может быть, в стиле третий раз в сегодняшнем матче. Голкипер английского Уигана. Словой. Быстрая ответная атака. Озил подхватывает мяч на правом фланге. Они, прежде чем уехать, начать выступать за сборную Ганы. Но это уже пусть они там разбираются сами. А здесь падение. Вопросительно посмотрел на арбитра Озил. И Нелс Прейд. Пока что там ничья 0-0. Пока что Сербия не выигрывает у Австралии. Ну и, естественно, ничья устраивает лидера группы команду Ганы. Собственно, и получился такой полуудар, полунавес. Атака продолжается. Матч в Нелс Прейде. Где Австралия бьет. Если в игре Кьюэлла можно было увидеть при желании, так сказать, задействованную руку. В центре третий Фридек, 17-й Мертисакер. Слева Джером Буатенг. Озил. Озил. Нет, нет, потерял мяч. Потерял, не смог, по большому счету. Уже заброс на левый фланг. Атака. Милован Раевац был на ваших экранах. Досрочную путевку на чемпионат мира обеспечила себе команда Ганы. Очень уверенно выглядела. Ганы исключение. Я говорю про остальные команды, которые шансы потеряли. Или почти потеряли. Дивуар сохранил какие-то минимальные шансы. Ну и вот Гана. Гана играет за весь африканский континент. Ой, Озил на правом фланге. Изящная передача. Мюллер. Не входя в штрафную, делают передачу по центру. И великолепный удар слева. И та самая левая нога Месута Озила, о которой мы говорили, приносит успех сборной Германии. Месут Озил. Месут значит счастливый. И сейчас счастлив не только он и вся его команда. Счастливы все немецкие болельщики. Потому что очень широкий шаг сборной Германии делает в направлении 1-8 финала. И мы напоминаем, что если сборная Германия выиграет и займет первое место в своей группе, то ей предстоит матч в плей-офф с командой Англии. Представляете, встреча Германии-Англии. Озил. Такой сложный характер. Едва он не был отчислен. И вместо него вышел вот сейчас получивший мяч. 15-й номер сборной Германии. Полосчетник Петр Траховский. Из Гамбурга. До сего момента самым невысоким футболистом на поле у сборной Германии был Филипп Лам. Все-таки Какао отходил на место плеймейкера и полузащитника. Правый и левый фланг Гьян был напрывать то. Нужно при вот таком раскладе, в случае в том раскладе, когда он теряет мяч. Озил. С матча со сборной Сербии. Сократили разрыв. Но это малый матч с австралийцами. Позволяет сборной Сербии набрать столько же очков, сколько будет у сборной Ганы в случае ее поражения. И прежде всего в матче Австралия-Сербия. Траховский. Какао. Озил. Погодим с уходом из сборной. Пусть матча замер, немножко подождет в своей очереди. Эфира пока не узнаем, чем же закончился матч Австралии. И вот, и вот все. Игра закончилась. 2-1 в пользу сборной Австралии. А это значит, что сборная Германии выходит из группы с первого 4 очка. В общей сложности заняла второе место в группе. И теперь сыграет со сборной Кимпионати мира. С вами был Виктор Гуси. Все хорошего. Берегите себя. Берегите себя.